Друзья, привет! Меня зовут Олег Бакалов и это Арканум ТВ. И сегодня мы вместе с вами нарисуем рунический став для благополучия нашего дома. Став на защиту, здоровье, ресурсы и благополучие жильцов и того пространства, где вы живете. Для этого вам потребуется листик бумаги, ручка или карандаш или что-то пишущее. Лист бумаги может быть любого размера, не нужно брать вот такой большой, как у меня, если вы не планируете из этого сделать постер на стену. То есть это может быть совершенно любой кусочек бумажки. Более того, вы также сможете этот став нарисовать не только на клочке бумаги, но и на любом объекте помещения. То есть он не обязательно должен быть виден, можно его аккуратненько нарисовать на косяке двери или где-то положить бумажку в вашем помещении, где вы живете. Даже если вы просто перерисуете этот рисунок, он уже будет работать. Но если вы немножечко постараетесь и заложите в этот став, что вот дальше мы обсудим, этот став будет действовать значительно сильнее. Став, рунический став, это рунический знак, рунический символ. Что значит заложить что-то в став? Это значит, что когда мы рисуем каждую руну, мы вмещаем в нее все то, что мы хотим туда записать. То есть мы подразумеваем это. То есть, например, когда мы рисуем руну, символизирующую дом, мы должны настроиться на свой дом, то есть почувствовать его. Прямо закройте на секундочку глаза. Если вы находитесь сейчас не дома, вспомните свое пространство, вот это ощущение нахождения дома. Почувствуйте, что дом — это ваши границы. И вот все это вместе вы зарисовываете как руну. Просто этот смысл будет выглядеть в форме руны. Соответственно, мы начнем с руны Отл. Руна Отл как раз символизирует дом, символизирует семью, традицию. И сейчас мы будем ее рисовать. И вы сначала сосредоточьтесь. Вот мое пространство дома. Вот представьте, что вы сейчас рисуете свой дом. Просто он будет выглядеть в форме руны. И нарисуйте символ руны Отл. У меня может быть несколько неаккуратно. Вы тоже не обязательно, чтобы все линии были прямые. Просто нарисуйте. Совсем не важно, как это будет выглядеть визуально. Мы нарисовали дом. Это символ, который описывает пространство нашего дома. То есть это символ дома, семьи, то, где мы живем, там, где мы соединены со всеми своими домочадцами. То есть мы нарисовали свой собственный дом. И сейчас мы добавим туда руну защиты. Руну, которая защищает дом и его жильцов. Это руна Альгис. Настройтесь на состояние защищенности, чтобы вы дома в безопасности. И вот это состояние безопасности перенесите в форме руны. Руна Альгис. После этого мы добавим туда руну Беркана. Беркана – это энергии материнства, энергии уютного пространства. И мы добавим туда руну Беркана. Вписываем ее в этот став. Она будет у нас немножечко совпадать с другими рунами. Это не страшно. Настройтесь на состояние комфорта, уюта. Вспомните, как вы дома, не знаю, у бабушки. Забота, опека, любовь, вкусные пирожки. И все это вместе запишите в руну Беркана. Она у нас немножечко повторяет контуры. Нарисовали руну Беркана. Дальше мы добавим руну Феху. Руна Феху – это руна ресурсов. Это как корни у дерева. Это и деньги, и любые ресурсы, которые, естественно, нам нужны, чтобы дом был полная чаша. И мы нарисуем руну Феху. Она тоже частично совпадет по рисунку с другими рунами. Поэтому мы рисуем и добавляем руну Феху. Нам остается добавить только руну Вуньо. Руна Вуньо символизирует безопасное будущее. Руна Вуньо символизирует спокойство, удовлетворение и комфорт. Мы ее записываем в этот став, и она полностью совпадет у нас с рисунком, с частью руны Беркана и остальных рун. Руна Вуньо. Вот такой получился у нас став. Итак, друзья, давайте еще раз посмотрим на формулу. Здесь она уже нарисована более ровно. Давайте еще раз пробежимся по рунам, которые мы в эту формулу внесли. Итак, руна Отл. Руна, символизирующая дом, семью. Руна Альгис, символизирующая защиту и безопасность. Руна Беркана, символизирующая уют и материнские энергии и комфорт в нашем пространстве дома. Дальше у нас руна Феху. Руна Феху символизирует ресурсы, символизирует как корни дерева, как стабильность. Руна Феху. Вы можете видеть в ставе, что руна Феху у нас словно в зеркальном отражении. Это никак не влияет на действие. Мы для себя ее записываем просто как руна Феху. Нам не важно, как она здесь выглядит. Соответственно, руна Феху и последняя руна Вуньо, символизирующая благополучие, спокойное течение будущего. Руна Вуньо. Соответственно, у нас получился став, в котором мы записали пять рун, соединив их вместе, и у вас должна получиться формула, которая на наш дом проецирует безопасность, проецирует ресурсы, спокойствие и уют. Вы можете эту формулу нарисовать где-то на предметах интерьера, на стенках, я не знаю, где-нибудь в уголке, не обязательно, чтобы ее было видно. Либо нарисуйте на бумажке и положите где-нибудь в пространстве. Стоит также упомянуть, что, конечно же, если мы знакомимся с рунами, если мы изучали руны, мы знаем систему рунического строя, то мы сами можем составлять любые формулы. Плюс к этому наши формулы будут работать более мощно и более точно. Хотя и в таком применении, если вы каждую руну обдумали, все, что вы в нее закладываете, конкретный дом, конкретное ощущение благополучия, защищенности, комфорта, эта формула также будет влиять. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь и изучайте руны.